Сегодня Светлана Орлова опровергла информацию, распространенную некоторыми федеральными СМИ о том, что фонд содействия реформированию ЖКХ отказал Владимирской области в финансировании программы по сносу аварийного жилья и расселения людей из ветхих домов. На встрече с журналистами губернатор заявила, что эта информация далека от действительности и регион продолжит участвовать в программе расселения вплоть до 2017 года. Вот мы с вами в этом году переселяем 56 тысяч. Если мы эту задачу выполним, тогда нам положены бонусы. Но решение сейчас пока по бонусам не принято. Но у нас с вами 506. 506. 56 и 506. А почему не брали? Потому что не занимались этим вопросом. И Степашин говорил, да, во Владимирской области тяжелая ситуация и я вам не скажу, что она легкая. Ещё один острый вопрос – предоставление земли многодетным. В Киржачском районе ситуация приобрела скандальный характер. «Зебра-ТВ» сообщила о том, что семьям администрация района пытается всучить плохие участки, в то время как годная под застройку земля якобы принадлежит сыну главы района Дмитрию Седых. По некоторым данным, ему подарили ни много ни мало 70 участков. Светлана Орлова заявила, что по её информации, многодетные все с землёй. А вот главу администрации проверяет прокуратура. Я думаю, что никому из вас таких участков никто не дарил. И вот хотим проверить, за счёт чего там были такие как бы подарки. Да, если это подтвердится, значит, тогда в соответствии с законом о госслужбе Седых не имеет права работать в администрации Киржачского района. Но помятуйте то, что идут выборы и что это может быть таким как бы определённым моментом использования этого всего. По всем 16 семям мы ситуацию контролируем.